Давайте начнем с обзора игл. Все свои иглы я заказывала в онлайн-магазин и я обязательно оставлю для вас ссылки на них под видео. Сейчас я покажу вам иглы Handy Hands. Упакованы они вот в такую небольшую тубу. Есть инструкция, где указано какие нитки подходят к иглам. Я брала набор из четырех игл. Внутри есть схема очень простого мотива в виде цветочка. Кстати, на сайте Handy Hands есть больше бесплатных схем. Также в инструкции есть фотографии, как выполнять основные элементы привалите. В наборе также было два нити-вдевателя, но, к сожалению, они у меня уже сломались. Кстати, по качеству они мне очень нравились, особенно зеленый. Он очень тонкий и просто идеально подходил для игл 7 и 8. Как я уже говорила, в наборе есть четыре иглы. Я заказала два таких набора игл и, к моему большому сожалению, в одном наборе в самой тонкой игле ушко оказалось сломано. Иглы я покупала онлайн в американском магазине Walmart и просила друзей привезти мне их из США. Ушки в этих иглах продолговатые. Они достаточно большие. Это хорошо видно в игле номер три. Но обратите внимание, что оно все-таки чуть шире, чем сама игла. Это совершенно незаметно при работе с хлопковыми нитями. Но как только начинаешь работать с, например, капроновой нитью и делаешь тугие узлы, то протянуть иголку через них мне сложновато. Нужно приложить усилия или делать менее тугие узлы, но тогда работа может получиться не совсем аккуратной. Из-за этого у меня иглы 7 и 8 через какое-то время стали погнутыми. Следующие иглы, которые я приобрела, это иглы DMC. Купила я их в онлайн-магазине в России. Размеры игл такие же, как и в наборе HandyHands. Также есть таблица соответствующих нитей. Внутри небольшая схема. Есть рисунки по основным элементам, но не показано, как именно держать иглу и нить. Этот набор стоил около 7 долларов и за доставку в Беларусь я заплатила 4 доллара. В наборе был очень простой нить-деватель. Сломался он у меня сразу же, а вот иглы я использовала достаточно активно и долго. Думаю, по ним это хорошо видно. Ушко в этих иглах по ширине практически такой же, как и сама игла, что очень удобно. А вот по длине ушко не такое большое, как в HandyHands, поэтому для тонких игл нужно подбирать очень тонкий нить-деватель. И мне кажется, что иглы 7 и 8 я так погнула, именно когда пыталась заправить нить. А теперь мой фаворит на данный момент. Это иглы Pony. В наборе есть нить-деватель, но ломается он, к сожалению, быстро. На обратной стороне упаковки указаны номера игл и соответствующие им нити. У меня уже есть открытая упаковка. Этими иглами я пользуюсь 4 месяца и очень ими довольна. Заказывала я эти иглы тоже в России. Стоили они примерно 4 доллара и, на мой взгляд, это отличная цена. За доставку я не платила, мне повезло, мне их привезли друзья. Размеры форма ушка очень похожи на иглы DMC, но материал, из которого выполнены сами иглы, прочнее. Они у меня как новые, как будто я только что начала ими пользоваться. Мне кажется, что качество для такой цены просто замечательное. Все эти иглы также можно заказать на таких сайтах, как Etsy, Amazon или eBay. А еще для фривалете можно использовать иглы для переплетных работ или иглы для пошива кукол. И так далее, чтобы это было. Продолжение следует...